лекция 16 большевизм бомбы слова коммунизм это православие без бога капитализм это протестантизм без бога рациональная логика не поколебала наших глубинных устоев в той мере как это произошло на западе лишь потому что мы православные мы не унаследовали меры ощущения древних фундаментальные проблемы изначально рассматривались нами под другим углом все западные идеи попавшие к нам перерабатывались и получали самобытную отличную от первоисточника форму у нас это изм получился православным что особенно видно на примере декабристов и большевиков взявших нагорную проповедь за образец даже после петровских реформ элита продолжал оставаться носительницей православного мировоззрения хоть формально и дистанцировалось от него наши лучшие люди заражались через образование устроены на западный манер идеями гуманизма и просвещения но даже после этого мы отрицали деление людей по сортам если русские моряки ловили работорговцев они их попросту вешали лучшие из лучших испытывали дискомфорт от своего комфорта на фоне нищего народа россии здесь наше православие проявилось генетически вылившись в борьбу против источника зла коим через это им виделось самодержавие понимаемая без религии не иначе как тирания борьба декабристов велась не с целью получения личных благ как это делала западной буржуазии а единственно потому что давала согласие с совестью к истине надлежит стремиться в любом случае даже через страдания и ценой жизни даже зная что результат недостижим потому что истина это не то что правильно никто не знает что есть правильно истина это когда честно бог будет нас судить не по достигнутым результатом а потому насколько мы по совести жили противоборствующие воины бьющиеся до смерти друг с другом уважают друг друга потому что они честно стоят за свои убеждения пусть политики стоящие за ними их стократно обманули главное они стоят честно в этом соль и смыслы жизни никакой логики в православном мироощущении нет ни одна логика в мире не может объяснить поведение декабристов их мотивы остаются за рамками рационализма и уходят и к идее вечной жизни и абсолютных ценностей независимых от сиюминутных условий на высокие поступки способен только носитель духовных ценностей даже если он сам для себя не оформил их в конкретную религиозную форму нерациональное поведение свидетельствует о наличии таких ценностей большевиков формально отрицавших бога можно считать верующими идти на верную смерть ради идеи справедливости даже если эта идея ограничена земными целями могут только верующие люди не руководствующиеся логикой логическое мышление рождает приспособление к ситуации логика без религии ориентируется на выгоду и ни на что иное ориентироваться не может она взвешивает все за и против после чего принимает решение декабризма большевизма это не расчет ума и не взвешивание выгоды это веление сердца восстание декабристов кажется бессмысленным лишь сквозь призму рационализма духовном плане их выступление имело гигантское значение реакция лучшей части россии на выступление декабристов свидетельствует об обникновении феномена формально аналогичного западному но полярному по сути западный атеизм поклоняется сатане мамоне не называя его по имени православный атеизм поклонялся богу даже не называя его по имени возникла новая вера формально она отрицала религию но фактически по делам признавала его заповеди и ради них люди шли на смерть русский атеизм дал своих мучеников достигнув апогеи во времена большевизма нет больше доказательства истинности слов чем готовность отдать за них жизнь отказавшись на словах от веры русь дала целую плеяду мучеников вставших насмерть на пути мамоны в самый решительный момент когда запад праздновал победу когда казалось русь пала и революция 1905 года брекает ее наследование по западному пути появилась новая сила большевики переработав и переосмыслив социальные идеи рожденные западными умами они пошли не по пути капитализма а стали строить принципиально новое доселе невиданное общество фундаментальные идеи большевиков никогда не были западными даже если получили начало из западных источников они родили в россии модель глубоко чуждую потребительскому мировоззрению не зря запад создавший коммунистическое учение впоследствии признал его своим злейшим врагом борьбе с россией запад не мог решить вопрос военным путем когда началась холодная война он был вынужден вводить у себя социальные программы которые вводил ссср многие социальные льготы были изобретены именно советской россии запад вынужден был перенять их чтобы не выглядеть бледно на фоне социализма и не проиграть холодную войну для него это был вынужденный шаг тогда как для советской россии это было осмысленное построение общества реально равных прав и возможностей примечательно что идея построения западной модели потерпела в россии крах тот факт что либеральные партии были получили в 1905 году власть и не смогли реализовать ее в течение 12 лет подтверждает что либеральных идей россии не приняла не логически она их отринула а интуитивно не наше это чужое горло не лезет сегодня ситуация повторяется с поразительной точностью народ вновь не принимает либеральных ценностей чувствуя за ними гигантский подвох все красиво и последовательно но обольщаются этой красотой с каждым годом все меньше народу потому что красота это чужая запад во всем формально прав но это не наша правда мы уверены в этом и наше чувство не нуждается в оправдании логикой я знаю что это не моя вера и этого достаточно чтобы принять решение совершить поступок именно так и поступил наш народ он отказался от идеи индивидуализма отказался личное ставить выше общего то есть в целом отказался от ключевой идеи либеральной демократии идея вечного состояния вяло текущей гражданской войны провалилась на корню не надо нам такого счастья ибо наше счастье внутреннее состояние души а не внешний блеск барахла добытого разорением слабых большевики победили и не потому что были сильнее а потому что их идеи были близки нашему естеству россии это улья или муравейник и правило эгоистов пауков для нее неприемлемо какие бы блага они не сулили не может муравей быть эгоистом он коллективист и как бы запад не пытался высмеять это чувство называя его рабской психологии ничего у него не выйдет русские люди все равно будут жить общиной по принципу один за всех все за одного большевики создали уникальную конструкцию обреченную на разрушение невозможно построить христианское общество они строили именно такое общество без бога никакой кодекс строителя коммунизма не может заменить библию потому что под ним под кодексом нет основы нет авторитета соответствующего заявленным требованиям никакая человеческая логика не может обосновать требования подобного масштаба потому что речь идет ни много ни мало о том чему человек должен посвятить жизнь коммунисты пытались стать богами будучи людьми они сделали ставку на логику но логика не может быть фундаментом совести для этого годится только религия призывы большевиков соблюдать заповеди христа изложенные в их кодексе ни к чему кроме двойной морали не привели и все же мы снимаем перед ними шляпу то что они сделали предстоит еще осмыслить будущим поколением свободным от личных обид как говорил один советский человек чтобы увидеть холмик надо к нему приблизиться чтобы увидеть гору надо от нее отойти большевики это очень большое явление рассмотреть которое можно отойдя от него на пару веков не надо забывать что фактически они создали новый тип религии ради выполнения заповеди бога но без бога как их предшественники декабристы для народа но без народа их подвиг предстает в необычном свете они отдавали жизнь зачастую принимая мученическую смерть за идеалы выведены из христианства не имея надежды на воздаяние в другом мире получается они умирали за чистый принцип не подкрепленной надеждой здесь есть о чем поразмыслить независимое осмысление большевистской революции самой сути большевиков открывает новые понимания этого исторического момента есть все основания утверждать что партия ленина спасла россию от вторжения мамоны и его гвардии вы можете себе представить что было бы окажись россии почти на сто лет под властью демократов если только за краткий по меркам истории миг свобод и прав кавычках от россии остались кожа до кости ибо псы окружили меня скобище злых обступило меня пронзили руки мои и ноги мои делят ризы мои и об одежде мои бросают жребий псалтырь сша и западу не нужна сильная россия о чем они открыто говорят самых высоких трибун американский конгрессмен замминистра обороны пол вольфовиц еще в 1992 году заявил что главная задача сша не допустить восстановление россии как крупного государства свободного в принятии политических решений ему вторит известный политик сбегнев бжезинский один из авторов проекта по развалу ссср россии следует отказаться от планов возрождения великого государства и таких откровенных высказываний хоть пруд пруде западные стратегии утверждают что россия представляет собой случайные соединения отсталых народов они как гитлер опять сравнивают ее с колосом на глиняных ногах но а наши глиняные в кавычках ноги разбились стальные головы лучших армии европы шведской польской французской германской полагать что другие головы ждет иная судьба нет оснований поэтому судьбу они не испытывают и предпочитают змеиную тактику для запада россия по многим показателям представляет феномен наслаждаемый негатив у нас не идет теми темпами которых они ожидали как почему не могут понять они и надев лицемерные маски еду знакомиться с тем почему наркомания не растет запланированными темпами и как нам удается бороться с ней это им нужно якобы для перенимания опыта на самом деле они хотят понять наш защитный механизм чтобы понимать как его разрушить но похоже мы и сами не очень понимаем и потому секреты не можем выдать даже за деньги россия единственная империя за всю историю человечества возникшая в северных ротах остальные возникли в теплом мягком климате мировой державой она стала благодаря идеологической а не экономической составляющей если в америке природа делала все чтобы способствовать экономическому развитию то наша природа делала все наоборот она словно стремилась не допустить такого развития и тем не менее мы никогда за исключением времени правления демократов ни в чем никому глобально не уступали в том числе и сша да по потребу отставали но это была цена безопасности цена нашего превосходства в вооружении смена идеологического курса на экономический приведет российскую империю к развалу на мелкие государства в первую очередь эти процессы коснуться слабых то есть тех кто сегодня уверен что все это политика которая его не касается голову говоря словами тихомирова государственные принципы всякого народа тесно связаны с его национальным сознанием с его представлениями о целях его существования из этого следует что общество подчиняясь одним законом гибнет подчиняясь другим крепнет в одном случае мораль воспринимается как народное верование блажь оторванной от реальности в другом случае краеугольный камень общества наше существование зависит от того какое место у нас займет мораль блажи или краеугольного камня во второй половине двадцатого века аллен далис директор цру обмолвился что запад располагает оружием позволяющим завоевывать чужие страны физически не пересекая их границ больше на эту тему официальные представители запада не распространялись ни разу наступление информационной эпохи раньше всех осознал запад его ученые первыми поняли значение газет радио эстрады и телевидения а политики осознали открывающиеся перспективы на огромном практическом материале были разработаны технологии открывающие невиданные возможности управления сознанием много демократа почерпнули анализируя нескончаемые выборы многое у фашистов взяли после окончания войны запад тщательно проанализировал тот колоссальный материал который дал нацизм и развил тему управляемой свободы нацисты в своих экспериментах над военнопленными шли двумя путями изменения сознания первый психологический второй нейрохирургический запад пришел к выводу что эффективнее первый вариант не надо менять мозг достаточно изменить установки мозга надо дать людям новую шкалу ценностей и новые ориентиры побудет их творчески относиться деятельности полезно не им то о чем мечтал гитлер создать творческого раба эксперименты подтверждали огромные массы людей можно на длительное время погружать в состояние гипноза сохраняя при этом их способности к творческу и дееспособность загипнотизированные люди никогда не задаются высокими вопросами они исходят из реальности созданной средствами массовой информации если в этой виртуальной реальности говорится что смысл жизни заключается в следовании модным тенденциям человек поступит в точном соответствии с такими установками практика доказывает справедливости этого утверждения мы видим например что обыватели меняют прежнюю модель сотового телефона на новую не потому что прежние плоха а потому что получена установка менять с одной стороны массы вроде бы свободны но с другой стороны пользуются своей свободой только в направлении заданном сми при этом масса абсолютно уверены что и действие есть результат свободного выбора а не исполнению чужой воли от агрессии всегда защищались аналогичным оружием пушкам могли противопостоять только пушки какие-то пушки стальные или информационные дело десятое кто не мог ответить на вызов запада аналогичным оружием точно пушки пушками оказывался на плантации сегодня запад использует последний на ухо в области завоевания стран и народов информационные пушки странам правительство которых считает информационные бомбардировки просветительской миссии и приемом в общий европейский дом снова обеспечена плантация длительное время информационное оружие использовалось западом в одностороннем порядке он безнаказанно бомбардировал весь мир в том числе и советскую россию методы обороны были настолько неэффективны что оборачивались в пользу агрессора например попытки ссср глушить голоса ничего кроме увлечения интереса к ним не давали к сожалению наши престарелые правители этого не осознавали в итоге целому народу внушили чужое мировоззрение подсознательно народ россии стремился быть самим собой но сознательно исходило внушенных ориентиров власть тоже стремилась соответствовать этим ориентиром вместо бога культуры и традиции мы равнялись на протестантскую логику росло преклонение перед западом его экономикой и культурой так как идти одновременно в разные стороны на запад и на восток невозможно страна замерла превратившись в мишень россия стала похожа на медведя сменившего шкуру на перья над таким медведем смеются он понимает что на самом деле смешонный пытается исправить положение но это в принципе невозможно пока он одет в перья возникает странная ситуация сохранить приличный вид в чужом наряде нельзя остаться без одежды еще хуже в этот момент медведю вводят установку что он косолапый и что это позор косолапый застывает в признании своей ущербности его добивают тонкими насмешками фильмами и анекдотами ссср совок ветеран вовик от великой отечественной войны ну и так далее обществом всегда манипулировали с изобретением книгопечатания манипуляция получила техническую поддержку которая неуклонно росла философы той эпохи говорили что дьявол стал прятаться в типографской краске сегодня дьявол прячется демократии область пребывания этого персонажа расширилась но не изменилась главное дьявол по-прежнему соблазняет человека мифом свободы первой его жертвой стала прародительница человечества съевшая от древа познания добра и зла съешь и станешь подобный богу говорил змей еве люди не стали подобны богу но оказались изгнанными из рая жертвами второго акта этой трагедии будут миллиарды соблазнившиеся демократическими свободами никто из них не получит свободы но все окажутся на пути в ад вместо абсолютной свободы массы получили управляемую свободу одно из самых парадоксальных творений потребительской цивилизации людям кажется что они свободны а на самом деле полностью подконтрольны сегодня у масс нет ничего своего даже мнения человек стал приложением к своему животу гениталием добиться такого результата можно только при абсолютной подконтрольности средств массовой информации ради объективности заметим что сми всегда зависит от власти так как демократическая власть зависит от рынка в итоге в итоге получается что сми зависит от рынка зависимая не может быть беспристрастным впрочем такого явления как беспристрастная информация в принципе не существует претензии информации на статус беспристрастной означает претензии на абсолютную истину какой может быть в советском государстве абсолют если у каждого своя истина, зависящая от угла зрения на события. В советском обществе фактов нет, есть интерпретации. Ницше. Информация, которую преподносит СМИ, несет на себя печать выборочности и надуманности. Прессы, теле- и радиокомпаниями управляют два желания – достижение высокого рейтинга, чтобы получить рекламодателей, и лояльность к власти, чтобы не отобрали лицензию. Это приравнивает журналистику к обычной торговле на рынке. У нее нет принципов, она делает то, что выгодно. Свободные СМИ, в кавычках, стремясь к прибыли, через избирательное внимание к фактам интерпретируют любую информацию в выгодном заказчику свете. Сфабрикованные мифы вдаются за подлинную информацию, а подлинная искажается путем неполной, односторонней подачи, замалчиванием одних фактов и выпячиванием других. Рядом с ложными сообщениями публикуется правдивая информация, потерявшая актуальность. Домыслы после редактирования приобретают правдоподобность. Неточное цитирование или часть фразы, которая в отрыве контекста приобретает другой, подчас противоположный смысл, вкупе с визуальными средствами и словесными образами, направляет аудиторию по заранее намеченному маршруту. Скользкие темы ради сохранения мифа в объективности иногда выдаются никак не связанными в целые отрывками информации, которые для большинства, подавляющего большинства, остаются пустым звуком. Всякая лишняя информация, грозящая нарушить созданный миф, жестоко отсекается цензурой свободных СМИ. Как замечает американский профессор Шиллер, когда целостный характер социальной проблемы намеренно обходится стороной, а отрывочные сведения о ней предлагаются в качестве достоверной информации, результаты такого подхода всегда одинаковы. Непонимание, неосведомленность, апатия и безразличие. В результате сокрытия целостного характера проблемы мы можем констатировать у населения неприятие высоких тем и глубокое безразличие к любым маслительным процессам. Средства массовой информации делают людям лоботомию, ставя планку, выше которой массам уже физически не подняться. Сегодня появился термин «социальный маугли». В науке известны случаи, когда ребенка воспитывали дикие звери, и если это длилось более четырех лет, ребенок навечно оставался животным в человеческом теле. Аналогичные процессы происходят сегодня с народом. Если человека примерно до 25-30 лет воспитывают свободные СМИ, они делают из него социальное животное, которому неведомы высокие темы и все эти качества составляют суть человека, то есть понятие долга, чести и совести. Ему не кажется странным, что он не знает смысла жизни. Более того, ему кажется странным слышать такой вопрос. До нового человека не задаваться большими вопросами превратилось в норму. Вырваться из этой психологической клетки могут единицы, обладающие очень сильной волей. Основная масса состоит из слабых людей и потому проживет остаток жизни так, как ее запрограммировали. При этом статус человека совершенно не имеет значения. Примитивным обывателем может быть как крестьянин, так и министр. Уровень их мечтаний одинаково будет лежать в материальной плоскости. И никогда они не выйдут за эти флажки. Чтобы представить уровень деградации современной элиты, вообразите картину, где элита прошлых веков собралась по поводу презентации новой модели кареты. Можете себе такое представить? Конечно нет, это просто смешно. Но сегодня презентации современной кареты автомобиля есть повод собрать элиту. Это у них называется потусоваться. При всем желании называть этих наряженных мальчиков и девочек элитой нельзя. Имея гигантский ресурс, они не могут помыслить применить его в масштабе, превышающем личное бытоустроительство. Элиту определяют цели, а не объем потребления. Одни, имея миллиарды, страны завоевывают, другие игрушки покупают. Кто элита, а то глисты, думаю ясно. Продолжение следует...